Что такое большие данные? Откуда они появляются? Как их анализируют и для чего используют? Ответы на эти вопросы сегодня получили учащиеся с четвертых классов школы-поселка Искателей. Для них провели урок цифры. Подробности у Ирины Никешиной. Какие из устройств могут дать данные либо нам, либо мы можем отдать, либо в чем мы работаем? В игровой форме учащиеся находят на улицах виртуального города объекты сбора данных и узнают, как их можно использовать. Например, смарт-часы помогут спасти их владельцу жизнь. Если у тебя случится сердечный приступ, то часы вызовут скорую помощь и тебя спасут. Во время урока цифры ребята узнали и о том, какая информация относится к персональным данным, как уберечь ее от нежелательных посягательств и что делать в случае, если эту информацию пытается выяснить незнакомец. Свои персональные данные нельзя раскрывать разным незнакомым и не говорить, где ты живешь, твой номер. Если тебе кто-нибудь напишет с какого-то сайта, типа ты выиграл сколько-то там рублей, то надо просто это сообщение удалить, рассказать маме и папе, и они что-нибудь с этим сделают. А кто этот человек, который тебе такое напишет? Ну, какой-нибудь мошенник. Если тебе кто-то, какой-то чужой дяденька напишет, там он спросит, какой у тебя номер или где ты живешь и так далее, то ты ничего не должен говорить и просто заблокировать его и рассказать родителям. С детьми мы поговорили о том, какие данные они получают, какие данные они отдают. На практических примерах это и просмотр каких-то видеосюжетов на Ютьюбе, это и очень хорошо, что дети затронули вопрос с медицинскими данными, вопрос с персональными данными, что они может не радовать, что действительно уже дети это понимают, что это необходимо не только использовать, но и сохранять. Мы с ними поиграли в игру рекомендованную, вот проектом достаточно успешно, я считаю. По словам руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, уроки цифры по теме «Большие данные» проводятся во всех школах страны с 5 по 18 ноября. Мы готовы проводить их по заявкам школ, то есть мы могут обращаться в департамент, мы сюда с удовольствием проведем. Вот нынешний урок по «Большим данным» проводится до 18 ноября, поэтому если кто-то из школ желает, чтобы мы их провели, будем рады прийти, рассказать. Уроки цифры проводятся ежемесячно в течение учебного года. Каждый из них посвящен определенной теме. Все они призваны помочь в развитии ключевых компетенций цифровой экономики. Одного из приоритетов федерального проекта – кадры для цифровой экономики.